В сентябре 2022 года сразу после объявления в Российской Федерации частичной мобилизации россияне устремились в Грузию. Сегодня отмечается движение в обратную сторону. На фоне вспыхнувших в Белиси беспорядков люди хотят попасть в Россию. По сведениям очевидцев, на контрольно-пропускной пункт Верхний Ларш стоят машины с номерами обеих стран. Точное число желающих вернуться обратно в Россию пока неизвестно, но речь идет о пробке в несколько километров. На повестке дня сейчас стоит вопрос об иностранных агентах. Но ведь возмущение общественное, которое имеет место быть, оно же ведь не будет одномоментно погашено. Одно дело снять с повестки дня обсуждение законопроекта, а другое дело полностью и всесторонне погасить общественные акции. Это же не одномоментно. И поэтому, конечно, те, кто, например, сегодня покидает Грузию, они рассматривают возможность того, что какие-то общественные протесты, они могут быть продолжены и, соответственно, будет ситуация политической внутренней нестабильности. В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за принятия законопроекта об иностранном влиянии. Из-за этого многие россияне решили вернуться на родину. 7 марта в силу вступил первый грузинский закон. По нему иностранными агентами будут считать юридические лица, которые получают до 20% годового дохода из-за рубежа. В партиях считают, что определенные силы смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан в его схожести с российским законом, что может расценивать как отказ от европейского пути развития страны. Авторы инициативы уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Келли Дюгнан ранее заявил, что законопроект скорее аналогичен закону, действующему в России, а с американским не имеет ничего общего. Второй проект – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. Он предусматривает не только штрафы, но и уголовную ответственность для иноагентов. Данный проект подразумевал определенные санкции контроля за неправительственными организациями, общественными организациями, в том числе и коммерческими структурами, которые имеют финансирование со стороны иностранных государств. В принципе, подобные законопроекты имеются в качестве законов, а также рассматриваются в качестве законопроекта во многих государствах, но не везде они приводили к таким достаточно бурным реакциям. Почему произошло это в Грузии? Но здесь, наверное, нужно ответ искать в плоскости того, что действительно Грузия уже долгие годы имеет достаточно активные факторы внешнего влияния и в экономике, и в политике, в том числе и влияние со стороны западных стран, со стороны США. Поэтому, конечно, воздействие иностранных корпораций, иностранных источников влияния на грузинскую экономику, на грузинскую политику, оно достаточно велико. К зданию грузинского парламента пришли более тысячи противников закона. Сначала акция была мирной, однако затем начались стычки протестующих с полицией. О том, что законопроект об иностранных агентах отозван, сегодня сообщили правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа». Но по сообщению все тех же оппозиционеров, протесты будут продолжены. Арина Мурашкина, Универньюз.